коллеги всем добрый день еще раз если вы сейчас присутствуете на данном вебинаре значит у вас уже возникал вопрос как можно автоматизировать работу с документами у себя в организации или же возможно вы уже пошли дальше и начали интересоваться программными продуктами которые сейчас есть на рынке которые предлагают включается быстро эффективное решение которое позволит снизить риски повысить фиксиру и эффективность работы сотрудников и обработки документа собственно одной из таких конфигураций является один из документа оборот почему я считаю что для российского рынка это лучший продукт вы узнаете наверное только по итогу данного вебинара поскольку прослушать все нужную информацию особенно это касается немножко забегая вперед типовой методики документа оборота которая уже разработана под все наши нужды что ж будем двигаться по нашему вебинару краткий план вебинара не будем долго задерживаться расскажу изначально как правильно поставить цель автоматизации документа оборота какие есть модели для постановки методики документа оборота собственно их состав и описание этих этапов и работ и затем при припрыгнем на типовую методику документ оборота еще будут под пункты в данных пунктах но тут уже подробнее расскажу о каждом когда будем о нем говорить что ж прежде чем то есть после того как мы выявили что у нас есть потребность автоматизации документа оборота на базе какого-либо программа продукта и до того момента как мы решили начинать его внедрять и запускать у себя у нас есть очень важный этап начальные это правильно поставить нашу цель что имеется ввиду правильно ее нужно сформулировать очень четко ясно и конкретно и выразить в виде срока достижения или выделить в виде явного четкого конечного результата который можно будет чем-то измерить когда мы ставим цели нам нужно четко определить что мы хотим например уменьшить срок согласования договора там с 7 или 5 рабочих дней до одного рабочего дня например хорош скажем так качественно поставленные цели если мы ставим цель повысить эффективность работы сотрудников это скажем так не очень хорошо поставленная цель если мы добавим что как допустим эффективность будет измеряться что сотрудник будет выполнять день не менее 10 задач от руководителя по исполнению например то это уже будет хорошо поставленная цель как видите если мы говорим о документообороте то здесь скажем так цели корректно поставленные цели это больше половины наверное успеха проекта поскольку именно от целей мы будем затем отталкиваться когда будем строить проектировать нашу модель и затем внедрять видите здесь есть такое деление есть количественные цели и качественные качественные обычно обычно это снижение уровня рисков а количественные это то что можно выразить количеством да то есть сроки уменьшение срока согласования сокращение времени адаптации нового сотрудника например да то есть интересная цель как мы знаем что она довольно нечеткая да потому что что такое сокращение времени адаптации новому сотруднику нужно ознакомиться с определенным перечнем документов прежде чем приступать к работе и здесь может возникать проблема перечня документа нет все знания могут храниться скажем так в головах других сотрудников коллег которые они будут рассказывать эту информацию и передавать новому сотруднику и соответственно наша цель справляется тем что мы хотим максимально упростить это время адаптации и дать доступ новому сотруднику сразу ко всему объему информации также одной из хорошо поставленных целей может как раз быть сокращение времени поиска документа это сразу запало в глаз да то что это одна из основных проблем почему люди начинают задумываться про автоматизацию документа оборота потому что не могут найти документы нужно сейчас срочно найти договор с данным контрагентом и доп соглашение к нему а еще счет и акт и каким образом мы это будем делать тут уже наверное зависит от фантазии различных сотрудников а сейчас при скажем так при постановлении цели для автоматизации документа оборота мы будем четко понимать что нам нужно структурировать все папки с документами и обеспечить вот чтобы эта цель у нас была решена задача была решена цели которые мы сейчас ставим на начальном этапе нам очень сильно пригодятся и скажем так будут измерять эффективность нашего внедрения проекта внедрение нашего проекта была цель выполнена или не выполнена вот для себя сможете сразу понять проект успешен или нет сейчас мы наверное не будем очень сильно углубляться в проект именно внедрения системы мы будем говорить о подготовительных работах что это такое подготовительные работы обычно проводятся не консультантом не разработчиком конечно же от исполнителя а методологом методолог проводит обследование дает рекомендации и если нужно проектирует проектирует целевую модель внедрением системы обычно занимаются так называемые внедрения фирмы франчайзи с цитром компетенции по документообороту которая по документации которая была получена от методолога производит настройки нашей системы по выбранной модели сейчас расскажу что это и по заданным параметрам то есть внедренец уже в принципе не интересуется моментами которые мы ставили раньше целями проекта у него расписано тех задания которые неизбежно приведет к достижению этих целей но самих целей внедренец может и даже не видеть он занимается настройкой базы подготовительным этапом занимается методолог но при этом хочу сразу сказать что есть фирмы 1с франчайзи которые также имеют в штате методологов поэтому если одна фирма занимается и внедрением системы и подготовительными работами то это тоже очень хорошо если компания очень большая объем документов довольно большой много подразделений обособленных очень много различных маршрутов документов обычно такие организации всегда обращаются в центр компетенции 1с консультационное подразделение консультационное фирма 1с по документообороту и собственно штатные методологи фирмы 1с проводят подготовительная работа то есть и обследование и рекомендация и проектирование и затем уже фирмы обращаются заказчики обращаются к внедренцам и для того чтобы уже настроить саму систему вот собственно роли наши которые есть заказчик да это вы ваша фирма функциональные заказчики которая имеется у вас на предприятиях которая предоставляет информацию и сотрудников для интервьюирования то есть методолог занимается интервьюированием сотрудников да на этапе обследования допустим собственно методолог занимается обследованием рекомендация составляет целевую модель и составляет регламент работы с документами системы что собственно только что рассказала и внедренец это фирма 1с франчайзи которая занимается настройкой информационной базы по данным от методолога то есть по данным полученным по итогу этих подготовительных работ видите здесь есть указания что модель как есть модель как надо или целевая модель как будет что хочу сразу сказать что в принципе глобально можно не придерживаться последовательности да то есть что нам нужно изначально создать модель как есть затем модель как надо а затем как будет можно некоторые этапы в зависимости от ваших нужд и желаний перескакивать модель как есть что это значит что методолог опрашивает вас ваших сотрудников составляет схему работы скажем если очень грубо сказать что схему работы предприятия сделает опись всех паршрутов движения документов которые есть у вас в организации в том виде в котором они используются у вас в текущем этапе в работе и скажем так к чему все привыкли эта опись является модель как есть модель эту модель как есть можно в принципе также сразу устраивать по в базе то есть взяли описали процессы как у вас есть на предприятии какие маршруты используются какие виды документов используются так и настроили то есть это первый вариант при этом варианте у нас скажем так эконом да вариант при этом варианте у нас упускается этап рекомендации модель как надо где методолог основываясь на свой опыт на опыт типового ведения металлогии документа оборота и своего опыта это редактирует шаблонизирует и рационализирует виды документов шаблоны маршрута обработки документов и также другие данные которые были предоставлены в модели как есть редактирует их и предлагает таким таким образом ускорить возможно некоторые маршруты обработок документов или упростить некоторые шаблоны самих документов то есть здесь у нас уже начинает идти работа по можно так сказать достижение наших целей как количественных так качественных всех которые мы поставили изначально то есть мы используем здесь ум и опыт методолога для того чтобы он посмотрел на нашу модель описанную бизнес-процессов наша организация и сказала что можно улучшить что можно упростить какие виды документов можно перевести допустим в электронный вид какие виды документов в принципе можно и отказаться от них тоже такое бывает кстати и таким образом у нас получается три этапа да то есть модель как есть затем описываем модель как надо и можно можно ее уже настраивать в базе документа оборота то есть мы сделали обследование получили рекомендации изменили наши процессы внутри организации очень важно да переобучили сотрудник ну скажем так переобучили написали новые инструкции и регламенты объяснили сотрудникам и сотрудники начали работать в базе документа оборота настроены уже по выбранной модели как надо третье это проектирование это скажем так проектирование и моделирование это целевая модель как будет хочу сказать что целевая модель как будет можно первый вариант можно сразу описывать процессы как как будет не описывать модель как есть как она сейчас используется если все происходит сейчас в бумажном варианте бумажном виде между сотрудниками мы можем сразу описать целевую модель как будет с помощью методолога который расскажет собственно как надо и построить целевую модель как будет и таким образом можем настраивать на базе 1 документа оборота все данные которые мы получили от методолога именно в третьей стадии проектирования целевая модель как будет как видите здесь если говорить про такой очень правильный типовой путь что конечно же рекомендуется идти постепенно да то есть изначально сделать последование как у нас сейчас бизнес-процессы происходят в обработке документов составить схему как есть модель как есть затем получить рекомендации от методолога согласовать их модель как надо да то есть рационализировать документы шапланировать и спроектировать новую систему целевую нашу которая будет уже полностью закрывать наши цели и задачи которые мы поставили перед началом проекта и настраивать ее на рабочей базе уже по модели целевая модель как будет таким образом про роли рассказала давайте сейчас расскажу подробнее про этапы и рассказывая про этапы я буду углубляться в них скажем так внутрь и показывать примеры например анкетирование то есть у нас первым первым этапом идет обследование если мы выбрали модель изначального обследования как есть нам нужно описать наши процессы переходим к первому этапу обследования мы получаем от нашего методолога или от внедренца у которого есть в штате методолог по 1С документы оборота мы получаем опросники анкеты для выполнения а также обычно лучше всего конечно же это проведение интервью с ключевыми пользователями мы их называем функциональные заказчики то есть непосредственно производитель секретарь бухгалтер ответственные сотрудники по видам документов и так далее и проводя такое анкетирование интервирование мы записываем данные которые получили в определенных скажем так шаблонах так примеры такого опросника как раз видите у себя на экране в презентации это как раз наверное те опросники которые наши клиенты получают в первую очередь после того как обратились к нам и рассказали что хотим автоматизировать наш документооборот на базе документооборот корп давайте будем с вами начинать сотрудничать и собственно это первым делом что получают наши клиенты это вот такой опросник или или озвучиваем это в устном режиме на скайпе встречи конференции с клиентами можете ознакомиться скажем так скрип не очень качественно если интересно обращайтесь можем вам тоже такие опросники подправлять что является целью данного опросника мы хотим вместе с вами понять ваш уровень постановки документооборотов в вашей организации то есть можем ли мы сразу вернусь на пару слайдов можем ли мы сразу допустим проектировать или же нам нужно делать полное обследование то есть модель как есть например если у вас есть какие-то документы которые или регламента да которые фиксируют это обычно положение о документообороте положение о работе с документами договорами и так далее то есть если у вас в организации есть такие документы то изначально нам нужно с ними ознакомиться прежде чем даже начинать составлять описи описи ваших бизнес-процессов и собственно обследование так это первое а вот этот вопрос это уже в ходе анкетирования такой пример какую информацию мы получаем от методолога в какой форме после интервирования ключевых пользователей закатчика то есть это то что заполняет методолог для себя и для предренца в таком виде происходит описание схемы как есть да то есть мы спрашиваем какие виды документов у вас используются какие есть нумераторы да то есть система нумерации которая используется этого вида документа чем регулируется где генерируется откуда поступает куда дальше поступает кто является исполнителем какие являются обычно нормативные сроки исполнения и так далее то есть если какая-то форма шаблон документа то есть в таком виде вот эта информация которая уже собрана методологом даже даже не методологом может быть собрана там от ключевых пользователей клиента полное что в понятном виде и формате это можно уже настраивать на базе документа оборота если конечно вы не хотите получить рекомендации по модели как надо то есть эта модель это как есть можно не остановиться дальше настраивать в системе а можем сделать паузу рассмотреть что можно улучшить именно в нашей системе как есть очень коментация и затем настаивать по модели как надо на основании этого опросника что еще у нас происходит на этапе обследования как уже сказала что сбор данных с помощью интервью фиксация как есть собственно показала как это выглядит анализ этих данных возможно некоторые предложения и рекомендации по рационализации но без сильного углубления и в итоге скажем так получаем документы по графику работ и форма аудита на самом деле чего можно в принципе можно настраивать систему то есть это один из шагов затем вторым этапом у нас идет проектирование это как раз модель перемещаясь назад для того чтобы вы понимали где мы находимся это целевая модель модель как будет что происходит на этом этапе если мы его скажем так используя то есть у нас формируется очень четкое определенное требование документа здесь мы даже в принципе можем выходить за рамки типовых реквизитов которые у нас представлены в документообороте и там не то что форсировать а предлагать внедренцу и методологу свои реквизиты которые вам необходимы для работы и которые вам нужно объявить настраивать и заполнять в карточке документа будь это ОРТ это приказ или договор или служебная записка или входящий или исходящий документ здесь мы уже очень сильно углубляемся в карточке самих документов чтобы они соответствовали вашим четким требованиям углубляемся и настраиваем маршруты шаблоны маршрута обработки документов тоже таким образом чтобы они скажем так ну не то что как можно больше соответствовали требованиям а на 100% соответствовали требованиям и как я уже говорила ранее это достигается с помощью не только типовых механизмов но и также можно дорабатывать институт как вы знаете наша платформа 1с предприятия позволяет позволяет дорабатывать режим работы через конфигураторы и очень много специалистов которые работают разбираются и тут уже наверное все знакомы что доработки тоже хочу сказать что по поводу доработок если вам все еще кажется что доработки это страшно нужно конфигурацию и так далее я хочу наверное вас немножко облегчить информация о том что с выходом новой платформы появился механизм который называется расширение и практически все наши новые клиенты которые с нами работают по доработкам некоторым обычно сразу об этом говорят мы сами тоже говорим что есть механизм работы через расширение где доработки если грубо говоря пишется в отдельное расширение которое накладывается на конфигурацию и в связи с этим не возникает вообще никаких проблем с обновлением базы вот это если вдруг не знали то делюсь такой информацией это чтобы предыдущие слова про доработки не звучали так страшно если вдруг не знаете эта информация что ж и в итоге возможных доработок или возможно обойдемся типовыми реквизитами у нас получается документ с полным описанием как будет выглядеть наша информационная система вплоть до того как будет выглядеть каждая карточка документов входящего исходящего шаблоны внутренние документы договора кадровая ОРД и так далее разрабатывается организация системы хранения документов это здесь имеется в виду номинкутура дел то есть хранение бумажных документов при списании в дело вы знаете документы попадают либо в папку в шкафу или в другое место в системе это называем архив и происходит механизм через мимиклатуру дел чем удобно тем что в буквальном смысле можно скажем так если у вас нет архива пронумеровать каждый шкаф который у вас есть и каждую полочку да и если мы положим определенный документ четко в папку и шкаф мы можем в системе отразить данные и найти даже бумажный документ будет много проще да то есть вместо того чтобы шкаф искать бумажные документы мы сразу можем посмотреть в системе конечно будем вести номер дела номер дома расположения где находится в какой комнате и в какой даже каков что имеется ввиду под организацией системы хранения документов и документы которые мы получаем по итогу прохождения этого этапа здесь я бы хотела подробно рассказать что имеется ввиду под шаблонами маршруты обработки документов возможно знаете возможно не знаете сейчас расскажу у нас в системе один из документов в принципе в жизни документ делится на входящие исходящие и внутренние внутренние это документы которые генерируются у нас внутри и не уходят за рамки то есть скажем так генерируются внутри согласовывается внутри могут выходить из организации или оставаться внутри то есть это может быть могут быть служебные записки кадровые документы бухгалтерские документы договора приказа на примере договора будем на примере договора то есть у нас изначально изначально генерируется договор в нашей системе но затем он уходит допустим на согласование к нашему контрагенту в этом случае он все еще считается внутренним документом и можно его отправить через исходящий но обычно рекомендуется это делать через все-таки внутренние документы входящая корреспонденция это то все что нам приходят ну грубо говоря в почту на инфо какие-то предложения обращения граждан если тоже используется могут быть какие-то заявления или же там рекламная продукция и так далее но и среди всего прочего входящий документ может появляться обычно да уже не так показывает что среди там рекламных каких-то проспектов появляется важное обращение или срочный запрос который необходимо отработать и кстати тоже входящим у нас относятся договорские документы которые у нас приходят от клиента исходящие документы генерируется у нас в компании и предназначены для отправки контрагента это может быть счет акт и много документов может быть и как же нам определить во-первых да что что у нас будет в внутренних документах нам нужно сделать опись наших внутренних документов которые используются у нас внутри сейчас правильно для того чтобы мы могли дальше двигаться как минимум да то есть нам нужно определить какие виды документов там договор например что может быть видом документов внутреннего например договоров это договор подряда договор аренды доп соглашения тоже относится как бы к договору а и другие виды документов нам нужно в процессе рационализации шипонизация привести все документы максимально не то что к одному шаблону а распределить то есть смогут ли несколько видов договоров допустим ходить по одному маршруту обработки или же если не смогут возможно у них все таки будет один шаблон карточки договора но ходить они будут по разным маршрутам то есть по разным согласующим или возможно с помощью типового функционала документа оборота установить некоторые условия для маршрута и затем договор скажем так на основании некоторых реквизитов как доработанных так допустим по организации да договор аренды от одной организации нашей внутреннего ерлеца и договор от нашего внутреннего ерлеца второго должны ходить по двум разным маршрутам потому что у них допустим разные согласующие на одном из этапов что в таком случае рекомендуется делать рекомендуется здесь решить вопрос с помощью условия то есть если организация один тогда определенные согласующие если организация два тогда другие согласующие но при этом можно не разделять это на два различных маршрута и сделать через один это будет проще и в системе не будет умножиться вот эти шаблоны шаблоны обработать здесь как раз хочу рассказать подробнее по внутренним документам без уже деления там по видам обычно по типовому по типовой методологии 1с документа наоборот и это эти этапы это то что вам сказал бы методолог на на этапе рационализации или на этапе как раз создания модели как надо то есть он получает методолог получает от вас схему обработки договора в одном виде смотрит на скажем так типовую схему и сравнивает смотрит что можно изменить для того чтобы привести чтобы процесс проходил более эффективно и чтобы сохранялись основные этапы жизненного цикла внутреннего документа скрин к сожалению тут как видите не очень качественный прошу прощения буду комментировать что ж изначально у нас идет первым этапом это касается не только внутренних документов это касается создание проекта документа это изначально первая версия документа которая создает инициатор и начинает заполнять этот документ еще не является он не зарегистрирован он еще не согласован он не утвержден не исполнен это первая его версия и обычно мы говорим драфт да то что такое встречается пришлите там пожалуйста драфт договора да то есть проект документа который будет проходить дальнейшие этапы согласования утверждения правок как показывает практика множество правок у нас бывает и собственно этим этапом мы отражаем начало начало жизненного цикла внутреннего документа у нас есть такие элементы то есть мы можем создать проект документа исходя из определенного шаблона файлика например у нас есть договоры наши договоры аренда для того чтобы сотрудник каждый раз не придумывал и не писал по-разному не создавал новый файл и не писал все буквы цифры вплоть до номинования верлица и организации и до текста самого договора или допника есть шаблон файла этот шаблон файла подтягивается в карточке внутренних документов по видам которые мы уже разбили на предыдущих этапах и таким образом сотрудник не тратить не тратить очень сильно много времени на то чтобы банально написать там дописать свою фамилию откорректировать даты и так далее систему системе можно смело поручить заполнить файл данными из карточки документа это называется автоматическое заполнение файлов и кстати вот по этому пункту по этому автоматическому заполнению у нас будет еще один вебинар если не ошибаюсь 27 ноября именно по настройке документа оборота где подробно расскажу что это за фича как она работает как ее возможно настроить можно попробовать самому даже посмотреть как работает оценить и если еще не пользовались то обязательно начинать пользоваться потому что это сокращает очень много времени у сотрудников которые целый день там заниматься тем что подготавливают там шаблоны договоров вычитывают изменяют это очень полезная функция и кстати у нас тоже используется активно внутри организации затем после того как инициатор создал проект документа внес все правки или запомнили сам или с помощью программ или поручил программе заполнение файла он обязательно там проверяет все ли правильно все ли корректно потянулось и отправляет документ по его маршруту обработки о чем только что говорили маршрутов обработки рекомендуется для каждого вида свой маршрут обработки но таким образом мы не будем рационизованно использовать ресурсы нашей системы если можно можно объединять можно использовать различные условия по разделению маршрутов например там по организации или по ответственному или по принципам всем реквизитам которые у нас есть в карточке договора и отправлять им отправлять документы по различным согласующим подписантам и исполнителям но при этом это будет происходить в рамках одного процесса что интересно да на этапе согласования у нас что происходит есть у инициатора линейный руководитель и эксперты назовем их так которые заинтересованы в том чтобы данный документ был создан был утвержден и был исполнен так называемое согласован согласующие изначально рекомендуется отправлять на согласование именно линейному руководителю то есть инициатор документ заполняет согласование руководителю рекомендуется продержание именно такой схемы для того чтобы не было ну допустим инициатор там менеджер отправил создал договор аренды отправил его сразу на подписание генеральному директору и тут уже не знаю будем смотреть на какие-то выводы да то есть если гендиректор подписал то показывать то что не совсем эффективно настроена схема да то есть либо гендиректора приходится пересчитывать весь документ либо директору приходится перепоручать задачу на своих подчиненных других это пример плохого процесса на стороне изначально у нас должна придерживаться такая схема до утверждения то бишь подписания то что должно быть утверждение или подписание иерархическое да то есть снизу вверх должно идти по сотрудникам допустим линейный линейный руководитель мой согласовал этот документ с тем возможно еще если мы согласовываем с руководителем второго уровня или также с другими согласующими экспертами например с юридическим отделом с бухгалтерией и так далее и только после того как в документе в проекте документа поставлено печати визы согласования всех заинтересованных которых конечно же список мы определяем с вами на этапе построения модели допустим подписант у нас генеральный директор получает этот документ и видит что документ был создан по шаблону и согласован пятью сотрудниками все визы согласованы то есть можно подписывать затем после подписания у нас обычно идет это регистрация тут может быть также несколько вариантов кстати еще не сказал один момент важный по поводу подписания есть деление если мы документ будем печатать он будет находиться на бумажном носителе мы будем ставить на него мокрую печать то процесс мы ставим таким образом что изначально перед утверждением идет задача для секретаря или для помощника директора распечатать документ передать на подписание и затем уже будет задача даже генеральному директору не придет задачу подписания задача будет висеть на помощнике директора или на секретаре чтобы получить обратные документы подписанные и скан сделать ввести в систему второй вариант если у нас документ будет использоваться в электронном виде мы подключили подпись электронную и используем документы обороте то можно обойтись без задачи распечатки и директор сможет подписать поставить свою подпись с таким зашифрованным капом или так называются это квалифицированная и неквалифицированная подпись идет отдельная тема для вебинара затем после утверждения у нас идет обычный этап регистрация здесь рекомендуется рекомендуется обычным делом процесс проходил автоматически как уже говорил ранее мы настраиваем нумераторы для различных видов документов и регистрируя присваиваем номер документа уникальный документ и он дальше уходит на исполнение регистрацию можно проводить в таком же режиме поставить задачу допустим секретарю зарегистрировать документ в таком случае секретарь получает такую задачу проваливается в карточку документа нажимает зарегистрировать и там задача выполняется сама но этот момент можно упустить если документ был утвержден согласован по шаблону никаких изменений нет то регистрацию можно проводить автоматически и настроить бизнес-процесс именно таким образом для того чтобы секретарю дальше не приходили задачи а только сразу поставлялись рек номера в документах и двигались дальше при этом конечно же вся эта информация отражается у нас в системе что документ был зарегистрирован автоматически вот такой номер присвоен затем после регистрации документ обычно уходят на исполнение исполнителям исполнителей ставят либо подписант либо согласующие либо ответственные тут уже наверное зависит от самого процесса и как как у вас принято в организации например и затем списание в дело это ранее рассказывала про номенклатуру дел если используется бумажный носитель для документа то есть он был распечатан он был подписан мокрой печати зарегистрирован у него был проставлен номер вручную затем сканирован сделан документ исполнен он списывается в дело вложим в папочку указываем в какую папочку в системе и отправляем в архив или в шкаф и при этом формируя сводную ремклатуру дел и при покупке там найти этот документ имея его скан в системе мы сразу видим что он находится в папке какой-то дела и тама называются в системе или в какой-то ячейке в архиве допустим здесь подробно рассказала о жизненном цикле внутреннего документа у нас входящие исходящие документы в принципе очень похожи с внутренними но тоже отличаются если кратко рассказать то отличаются тем что изначально входящий документ например мы его не генерируем внутри он приходит к нам извне первым этапом идет прием и первичная обработка к сожалению хочу сказать сразу что вот этот этап его автоматизировать к сожалению не очень получается потому что кто же если не человек лучше знает что это письмо заслуживает внимания а это рекламное письмо и так далее физически человек сидит смотрит почту смотрит какие документы приходят может быть в конверт и сидит и вносит в систему уже с этого момента как только документ попал в систему у нас документ оборот мы уже можем с ним что то делать даже автоматически но первым этапом нам нужен человек нам нужен человек который будет вносить эти документы в систему если конечно например у вас исключительно по e-mail приходят все запросы и исключительно ну здесь можно что то придумать если исключительно по e-mail можем создавать на основании входящие документы но это уже детали как только документ попал в систему его конечно же необходимо зарегистрировать прежде чем мы будем его рассматривать читать исполнять мы его будем регистрировать мы прислали его определенный номер для того чтобы он не пропал чтобы он не потерялся и мы смогли его найти в любом случае проверка мы вам прислали там известия да или важный документ предупреждения а мы его допустим не получили да то в любом случае его можно будет найти именно из-за того что необходимо настроить сразу регистрация после того как мы приняли документы это типовая методика документооборота рекомендуется сразу регистрировать документы именно для того чтобы ситуация которая так что описала не произошло после регистрации уже можно отправлять на рассмотрение может быть предварительное рассмотрение ответственным лицом или сразу рассмотрение для генерального директора а также что интересно в системе нужно настроить процесс таким образом чтобы определенные виды документов шли сразу на рассмотрение директору а остальные такие как рекламные проспекты просто знакомлением отправлялись там ответственными там по отделу закупок если необходимо рассматривающий указывает исполнителей и если документ был в бумажном виде то списывается дело о чем рассказывала ранее и также у нас происходит жизненный цикл исходящего документа как видите здесь все те же у нас пункты только немножко они перемешались изначально мы генерируем документ создаем его проект правильное согласование линейным руководителям нелинейным всем кто заинтересован утверждаем документ подписываем регистрируем затем отправляем нашему контрагенту или так Санчес Карлос вижу ваш вопрос сейчас рассказываю и почитаю отвечу хорошо что ж отправка и списание в дело ок давайте будем уже завершать с жизненными циклами документов расскажу про этапы у нас еще есть в метод проекте нашем этап 3 и 4 это рекламентация до и этап передачи это создание центра компетенция обычно методолог после наших после создания моделей формирует ряд инструкций и положение регламентов это порядки работы с системой порядки работ с документами и переназначает скажем так себя ответственность на то что назначает людей создает центр компетенции и обучает центр компетенции по документообороту это могут быть отделы производителей что необходимо производить допустим системы какие-то циклические действия которые нужно отслеживать смотреть отчет по документам и проводить некоторые повторяющиеся действия это есть у нас все этапы обработки все этапы подготовительных работ методолога внедренцев я вам скажу что этот вариант тоже возможен можно обойтись без методолога и самому заняться этим вопросом но при этом учтите что возможно это займет несколько раз больше времени чем у методолога но это все же реально это первый вариант а второй вариант как можно обойтись без методолога без схем как есть как надо как будет так далее это в принципе упростить процесс внедрения система это воспользоваться типовой методикой документа оборота что такое методика документа оборота она представляет собой загрузку типовых шаблонных данных в пустую информационную базу то есть вы купили конфигурацию запустили базу там еще никто не работает вы заходите в настройки администрирования и вот как на скрине показано есть команда блоки сервис установка типовой методики документа оборота что у нас произойдет наш информационная база она наполнится типовыми данными у нас заполнятся виды документов максимально все возможные которые можно придумать но при этом у вас могут использоваться другие виды документов их нужно будет доделать будут создаст также создастся у нас немножко назад перемоталась также у нас создастся шаблоны для маршрутов по процессам по типовым документам которые у нас уже созданы структура папок это обычные папки не номенкутур отдел а обычные папки ролевую адресацию можно будет использовать вкратце расскажу пока есть время ролевая адресация если кто не в курсе допустим мы можем поставить исполнителям задачи в шаблоне процесса вот нам необходимо настроить действие регистрация регистрацию проводит секретарь у нас секретарь там работает некая Елена и мы настроиваем процесс что после внутренние документы после утверждения надо зарегистрировать задачи согласования исполнитель задачи регистрация Елена и мы запускаем документы и они ходят в системе через неделю Елена уходит в отпуск или увольняется может такое тоже может быть приходит новый секретарь там Павел да во-первых Павел не знает что делать с задачами Елены это уже вопрос мы которые обсуждали адаптация нового сотрудника и во-вторых нам нужно каждый раз переделать шаблон процесса для того чтобы новый секретарь мог видеть свои задачи выполнять в таком случае рекомендуется как делать создать системе роль секретарь или секретарь делопроизводитель поставить исполнителем цmans задача регистрации именно роль река сама производитель или секретарь, а уже кто будет исполнять эту роль, мы можем назначить одного сотрудника или второго сотрудника или нескольких сотрудников сразу, что интересно. Два секретаря работают, кто первый увидел задачу, кто-то я выполнил, тот молодец. И если вдруг кто-то увольняется или уходит в отпуск, мы можем быстро, без каких-либо кровопролитий, скажем так, изменений маршрутов процессов, что крайне сложно, заменить просто сотрудника, который будет исполнять эту роль. То есть у нас в системе будут уже созданы определенные роли. Секретарь, производитель, генеральный директор, сразу можно назначить генерального директора и его бумажника на эту роль. Что интересно. И так, Санчес Карлос, да, вижу ваш вопрос, тоже отвечу, рассказываю про типовую методику, перейдем к вопросам обязательно. Так, это про ролевую адресацию. То есть у нас в системе, получается, есть уже готовые роли. Но при этом здесь вы видите, что будет создано. Но при этом нам нужно будет в системе еще и доделать, скажем так, свои настройки. То есть у нас есть там готовая структура предприятия. У нас будут готовые группы пользователей после того, как мы установим эту типовую методику. У нас будет список справочник должности заполненный. Но при этом учтите, что должности будут заполнены, но они не будут присвоены пользователям. Почему? Потому что пользователей еще в базе нет. Насколько бы хороша цеплая методика не была бы, но все равно пользователей в базу нужно вносить. И это можно либо вручную сделать, либо там перетащить из какой-то другой конфигурации 1С, если используется, или там из Excel-файлика. Такая же история с структурой предприятия. Это будет типовая структура предприятия, шаблонного. Понятно, что у вас исторически сложилась другая структура предприятия, ее нужно будет подкорректировать. Шаблоны файлов здесь используют тоже типовые. Если у вас используются другие шаблоны документов, шаблоны файлов, шаблон договоров, их нужно будет тоже переподтягивать, то есть перенастраивать. Поэтому я бы сказала, что устанавливать типовую методику стоит, если вы готовы просто, если вы уже ведете документы оборот, то есть какие-то принципы, регламенты, да, и решили установить типовой, то вы должны быть готовыми отказаться от того, как у вас было, от схемы, как есть. И сразу переходить на схему, как надо. Потому что типовая методика документа оборота, которая вам сейчас показывает эту установку, это есть модель, как надо, второй вариант. То есть здесь собрана исключительно рекомендация. И это же касается других элементов, вставочников и документов, да, то есть у нас будут и типы связи, и виды работы, и вопросы деятельности. Вот, кстати, и нумераторы документов самому не нужно придумать, уже изготовая. Но назначать их, не то, что назначать, а проверить, что они корректно назначены, можно. И в основном это касается шаблонов процессов. То есть у нас будет готовый шаблон обработки документа, да, вот как я показывала ранее. Вот он там, шаблон для исходящего документа, самый типовой для входящего и для внутреннего. Ну, понятно, что не все документы у вас будут ходить по этим схемам. Будут различия, и самое главное, вам нужно будет назначить исполнителей задач. Сразу запускать такие процессы нельзя, надо проверить, удостовериться, что есть все назначенные исполнители, и тогда уже приступать к работе, приступать к назначению этих процессов внутренним документом и с кем пользоваться. При этом система знает, что вы, возможно, не ориентируетесь, что вам нужно сделать. И система на основании того, какие данные у нас только что были созданы с помощью установки типовой методики, администратор автоматически присылает некоторые задачи. Это тоже интересно. То есть система предполагает, что вы можете не знать, что дальше делать с системой, какие настройки вносить. И отправляет вам задачи. Это для себя может быть такой чек-лист, что мне еще нужно сделать, документовать, и чтобы вот точно он сейчас запустился, чтобы пустить пользователей, и они работали. Это перечень задач, мне кажется, их 22 задачи. Проверить, как видите, номенклатуру дел, проверить шаблоны процессов, проверить вопросы деятельности, заполнить исполнителей в шаблонах процессов. То есть это основные такие задачи, которые вам нужно будет сделать. Что еще хочу сказать, если вы интересуетесь именно таким раскладом, чтобы самому заняться постановкой методики документа оборота у себя на предприятии, я рекомендую почитать книги автора Софьи Ульянцева по управлению документами быстро, эффективно, своими силами. Также есть уже готовый сразу комплект нормативных документов. для постановки делопроизводства, для разных секторов, кстати. А также есть тоже очень интересный курс, прям подготовка к автоматизации документа оборота, ведущая Софьи Ульянцева, и проходит в учебном центре номер один. Если именно вы заинтересовались данным вопросом и не хотите звать методолога, хотите сами заниматься или хотите стать методологом, вот, пожалуйста, записывайтесь на курс, он доступен на официальном сайте 1С. Что ж, давайте пройдем, почитаем ваши вопросы. Вопрос по поводу практического применения DO в облаке. Вы знаете, я лично не сталкивалась, но я слышала, что некоторые наши клиенты переходят на DO в облаке, но я не обладаю, к сожалению, информацией по этому вопросу. Я обычно сталкиваюсь с клиентами, которые разворачивают у себя на сервере, или в локальной сети, или на компьютерах в толстом клиенте. В облаке, к сожалению, не могу сказать. Знаю, что очень популярно в бухгалтере. Так, вопрос, есть ли в этой конфигурации согласование платежей? Если да, то как построен бизнес-процесс согласования платежей? И можно ли построить отчет бюджета ДДС в этой конфигурации? Смотрите, конфигурация 1С документа оборот, как бы это смешно не прозвучало, не считает цифры в типовом варианте. Конечно, учить не надо, можно некоторые калькуляции, настройки сделать и будет считать сумму документов и так далее. Но в глобальном смысле документ оборот не является учетной системой, как мы к тому привыкли. Вопрос по отчетам бюджета ДДС и согласования платежей очень хорошо и качественно проделан в управлении холдингом. Это я могу сказать с стопроцентной уверенностью, что если у вас задача основная стоит процесс согласования платежей по договору, отслеживание задолженностей, разделение различных видов договоров, просчитывание по графикам, по кредитам, депозитам, по различным видам договоров. И по бюджету движения денежных средств, вот здесь я рекомендую смотреть сразу в управлении холдингом, это не документ оборот. Но при этом, если это не основная задача ваша, то да, конечно же, для автоматизации внутренних документов используйте. Что касается управления холдингом, есть тоже управление процессами и согласование заявок на оплату, согласование реестров платежей и так далее. Но там отдельное... Это происходит по другому механизму. Если мы хотим использовать механизм документа оборота, он нам больше подходит, допустим, мы можем настроить бесшовную интеграцию, это, скажем так, без кровопролития, если у вас разработчик, как интеграция двух готовых решений, которые настраиваются в режиме предприятия, даже разработчику не нужно. И таким образом мы получим, что там заявка, допустим, создается, заявка на оплату создается в УХЕ, и попадает на согласование в документы оборот. При этом сам документ оборот не открывается, просто отрабатывает мозговой центр документа оборота. И все исполнители задач по маршруту обработки документа в документы обороте, они могут даже не открывать документ оборот, а работать и с управлением холдингом, или с другой конфигурацией, которая им удобна, и ERP, и так далее. Задача будет приходить туда, человек согласовал, задача ушла. Внутри это выглядит, конечно, по-другому, что там возвращается документ оборот, маршрутизируется, генируется следующая задача, с тем, попадает в УХО. Но это происходит очень быстро, и такая синхронизация, обмен работает, конечно же, в штатном режиме. Возможно, еще какие-то есть вопросы. Хочу сказать, что будет еще один вебинар по документ обороту. Будем более подробно рассматривать некоторые фичи и настройки. Интересно, кто есть документ обороте, одна из которых – это настройка автозаполнения файлов, которую я рассказывала. Так что приглашаю. Это будет происходить, если не ошибаюсь, 27-го числа. Если вдруг у вас появятся вопросы после просмотра вебинара или послезавтра, не стесняйтесь, пишите нам на сайт в форму обратной связи. Менеджер от фирмы свяжется и ответит. Мобильное приложение к ДО есть. Есть, конечно. Есть даже два варианта – онлайн и офлайн. Онлайн приложение, насколько я знаю, сейчас активно разрабатывается. В мобильном приложении можно смотреть почту, выполнять задачи и получать доступ к карточкам документов. Работает в офлайн-режиме. То есть, допустим, вы едете в метро, не тянет связь, пишете очень длинное письмо, нажали отправить, но по факту письмо еще не отправилось, потому что связь не получена. Выходите с метро, уже не доставая даже телефона с кармана, у вас письмо уходит, как только получено. Получен доступ к сети. Мобильное приложение бесплатное. Оно есть как на платформе iOS, так и Android, в Play Market или App Store. Бесплатное. Скачать, в принципе, можно, но оно не будет работать без привязки к реальной базе. Хотя, вроде есть демо-версия. Кстати, интересно, можно посмотреть. Если кто-то интересуется, там есть возможность заполнить какие-то демонстрационные данные, чтобы посмотреть, как работает приложение. Что ж, коллеги, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вдруг остались вопросы, пишите нам на сайт coderline.ru До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok